Здравствуйте! Это новости спорта. С вами Ульяна Любимова и мы готовы поделиться главными событиями уходящего дня. Защитник адмирала Степан Захарчук так и не появился в больнице Челябинского нападающего Артёма Пеньковского. С ним он общается только посредством СМС. Эксклюзивное интервью с хоккеистом из Владивостока в нашем обзоре прямо сейчас. Степан Захарчук извинился перед Артёмом Пеньковским. Правда, пока только по телефону. Он пожелал Артёму скорейшего выздоровления и возвращения на лёд. По словам защитника адмирала, он не хотел так жёстко играть. При этом Степан отмечает, что вину свою признаёт и обязательно приедет навестить Пеньковского лично. Пока ему мешает погода. Во Владивостоке сейчас плюс 8 и ливень. У нас тут погода ужасная. У меня под лёд тренировки тоже. Ну, я хотел, конечно, доехать до него. Что-то переживаю как-то за него. Как-то парень. Хорошая память, что-то получилось. Напомню, Захарчук нанёс травму Артёму Пеньковскому в матче адмирала и трактора. У челябинского хоккеиста после этого диагностировали перелом челюсти и открытую черепно-мозговую травму. Хоккеист пока находится во Владивостоке. По мнению врачей, он пропустит минимум 3-4 месяца. И, скорее всего, этот сезон для него уже завершён. Главный тренер трактора Герман Титов назвал причину поражения от Хабаровского Амура. По словам наставника, команде не хватило физических сил. У нас третья игра на выезде. Очень много перелётов. Поэтому нам не хватило силёнок. Мы, конечно, на ценности на ворота мало играли под воротами. Здесь тоже проиграли соперники. Напомню, чёрно-белые завершают выездную серию завтра, 11 октября. В Уфе они сыграют против Салавата Юлаева. К другим новостям. Скалолазка из мяса Елена Красовская стала пятой на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе среди 20 соперниц. Ученица заслуженного тренера России Алифтина Цверенко выступала в новом виде спортивного скалолазания женском многоборье, в который входят три дисциплины. Лазание на скорость, боулдеринг, серия коротких, предельно сложных трасс и лазание на трудность. Чемпионка мира 2016 года Елена Красовская набрала третью сумму в предварительных состязаниях, а в финале заняла пятое место. Золото завоевала австрийка Сандра Лэтнер, серебро у славянки Виты Лукан, бронза у ещё одной представительницы Австрии Лауры Ламмер. Отмечу, что Елена Красовская была единственной участницей юношеской Олимпиады из Челябинской области. А южноуральские тренеры Челябинец Андрей Савченко и Виктор Фархудинов из Латауса возглавляют в столице Аргентины сборной России по карате и боксу соответственно. Известный челябинский тайбоксер Хаял Джаниев провел мастер-класс в родном спортзале. Победитель легендарного тайца Буакава Банчемека сейчас тренируется в Москве. Накануне своего 25-летия звёздный спортсмен поделился своими планами и секретами личной жизни. Лёгкая разминка со звездой Муай-Тай начинается с пятнашек. Своеобразные игры хорошо знакомы представителям ударных видов спорта. Затем задания посложнее. Работа в клинче, удары руками и ногами. Их тут же повторяют прилежные ученики. Как взрослые, так и дети. Это очень важно для молодых ребят. Это очень стимулирует, это набирается опыта. Это в будущем будет хорошее подспорье. 16-летний Михаил Киселёв тренируется у чемпиона мира Дениса Тябина. Тайским боксом занимаются три года. До этого были бокс, рукопашный бой и карате. Говорит, что Хаял Джаниев – один из его кумиров. У Хаяла очень хорошая техника. Мало у кого есть такая техника. Мне он нравится, как ударник. Он бьёт очень быстро и при этом сильно. Хочу добиться того же, наверное, чего и Хаял. Большие две вышли, но чтобы также потом давать мастер-классы. Есть свои планы и у российского Халка, который 12 октября отметит 25-летие. В конце августа он успешно дебютировал в мировом промоушене «Глори», одержав победу над бразильцем Хулио Лобо. И до конца года планирует провести второй бой. День рождения встретить, как обычно, на тренировке. Много побед было и поражений были. До 25 лет самый большой результат – это, наверное, в 2015 году, когда победил Буакава. Сейчас после 25 лет цель стать чемпионом «Глори» и дальше уже о других планах будем думать. Выиграть чемпионский титул Хаял собирается за год-полтора. В это же время боец обещает жениться. В Челябинске продолжаются всероссийские игры среди школьных спортивных клубов. Сегодня участники соревнуются в ТЭК-рэгби. 14-летний Максим Шараян получает пас от партнера и мчится за линию зачетного поля. Этот гол приносит победу 90-й школе из Ярославля. Их команда уже не в первый раз играет в подвижную английскую игру. Это разновидность регби, но менее травмоопасная. Необходимо доставить мяч за зачетную линию соперников. Но нельзя при этом терять ленту, которая висит на поясе. Здесь ее называют ТЭК. Главный судья соревнований Виктор Ковтун отмечает, этот вид спорта очень полезен для школьников. Регби – это все природные потребности ребенка. Это бег, это игра с ровесниками, игра с мячом, это возня между собой. Но возню мы в школьном бесконтактном регби, в ТЭК-регби мы убираем. Поэтому основная составляющая – это радостная игра, бег с друзьями. Во всероссийских спортивных играх участвует более 300 человек из 12 регионов. В четырем дисциплинах – в бадминтоне, баскетболе, ТЭК-регби и легкой атлетике. Наш регион представляют школьники из второй школы города Коркино. Вчера они были первыми в легкоатлетической эстафете. Завершится турнир завтра. На сегодня это все. Далее Елизавета Болдырева расскажет о целой серии страшных ДТП, которые произошли в нашем регионе за минувшие сутки. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова